Добрый день, уважаемые участники, модераторы и почетные гости второго этапа Международной зимней исторической школы Российского исторического общества «Россия и мир». Приветствую вас в Елабужском институте Казанского федерального университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Казанский университет – один из старейших вузов России. 5 ноября 1804 года Александр I подписал утвердительную грамоту Казанского императорского университета и его устав. Университет стал центром науки, образования и культуры. В университете в разные годы учились основатель советского государства Владимир Ульянов-Ленин, писатель Лев Толстой, создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский. Сегодня Казанский федеральный университет – единственный в России и один из немногих вузов мира, имеющий оценку 5 плюс звезд по версии международного рейтингового агентства КОЭС Старс. КФУ – это около 200 лабораторий, 60 из которых – мирового уровня. В них ведут исследования как ученые Казанского университета, так и зарубежные коллеги в формате Open Labs. У нас учатся 50 тысяч студентов из 106 стран мира. Работа школы состоится на площадке Елабужского института Казанского федерального университета. Это вуз со 120-летней историей подготовки педагогических кадров. При поддержке ректора Казанского университета Ильшата Равкатовича Гафурова в Елабуге создан уникальный для малого города университетский комплекс с современными лабораториями, собственными базами практик и исследований. Второй этап Международной исторической школы вновь проходит на гостеприимной земле Татарстана, где дружно живут более 170 национальностей. 2021 год в республике объявлен Годом родных языков и народного единства, и мы рады принимать у себя гостей из разных уголков России и мира. Рахим и Тегес, добро пожаловать! Сегодня в пятидневную работу исторической школы включается 100 иностранных студентов из 36 стран мира, обучающихся в российских вузах. В нашем зале участники, представляющие Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел России. По праву. Институт Азии и Африки Московского государственного университета. Московский лингвистический университет, приветствую. Институт международных отношений и мировой истории университета имени Лобачевского доброго. Санкт-Петербургский государственный университет. Астраханский государственный университет. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Чернышевского. Балтийский федеральный университет имени Канта. Казанский федеральный университет Планируется, что к онлайн-трансляциям публичных лекций присоединятся 5000 иностранных студентов Модераторами второго этапа Международной зимней исторической школы стали руководители, ведущие ученые и специалисты академических и университетских центров страны Спикеры выступят с открытыми лекциями и станут организаторами проектной работы студентов Лекции затронут такие темы, как современные методы источника ведения истории России СССР и Третий мир во второй половине XX века Россия и Скандинавия революции и эволюции при создании государств всеобщего благоденствия в XX веке Русские и русскоязычные диаспоры на постсоветском пространстве Три века отечественного финноугроведения между Западом и Востоком Россия лицом к Китаю, национальные ценности, отношение к прошлому, взгляд в будущее Роль и место России в сохранении всемирного культурного наследия Темами проектной деятельности под руководством модераторов станут наиболее актуальные и острые вопросы Как человечество боролось с эпидемиями и пандемиями в XIX-XXI веках Роль российских и советских ученых Эпоха научно-технического прогресса, вклад России в развитие научной мысли Освоение космоса от Силолковского до Маска Россия в системе глобальной безопасности в XXI веке Прошу всех модераторов поприветствовать аплодисментами Старт совместному проекту Российского исторического общества и Казанского федерального университета По проведению цикла международных исторических школ для иностранных студентов Был дан в декабре 2020 года Давайте вспомним, как все это начиналось Международная зимняя историческая школа для иностранных студентов Начала работу в декабре 2020 года в городе Болгар Участниками школы в офлайн и онлайн формате Стали более 1800 иностранных студентов из 20 стран мира Темой первого этапа исторической школы Стала Вторая мировая война в историографии и исторической памяти Чем дальше в прошлое уходит от нас война Тем чаще призываем мы не забывать о ее уроках Однако, чтобы о чем-то помнить, необходимо об этом знать С 15 по 19 декабря слушатели исторической школы приняли участие в 16 вебинарах На которых ведущие российские историки, представители крупнейших музеев, университетов и архивов Представили ряд важных тем для обсуждения Основной задачей форума стало создание условий для сохранения исторической памяти О событиях Второй мировой войны И формирование у иностранных студентов Представления о роли войны в истории нашей страны Я узнал, что дорога для победы очень трудная И это не простая победа Поэтому я сейчас понял, почему каждый год в России есть праздник для этой победы Напомню, в сентябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил организовать проведение ежегодных исторических школ Главным организатором проведения исторических школ для иностранных студентов выступает Российское историческое общество Приветствия в адрес участников школы направил председатель общества Сергей Евгеньевич Нарышкин Внимание на их! Дорогие друзья! Сегодня в одном из красивейших городов Татарстана, в Елабуге, стартует второй этап Международной зимней исторической школы Российского исторического общества Ее тема – Россия и мир Не секрет, что в силу своего уникального географического положения Наша страна занимает особое место между Западом и Востоком Экономический и научный потенциал России делает ее непременным участником глобальной политики В статусе постоянного члена Совета безопасности ООН Наша страна несет особую ответственность за поддержание мира Вносит весомый вклад в решение сложнейших проблем, стоящих сегодня перед всем человечеством У нас в России хорошо знают, чтобы снизить риски при принятии серьезных решений Повысить их качество, необходимо изучать историю Поэтому российское историческое общество придает большое значение таким просветительским проектам, как эта школа В течение нескольких дней перед вами выступят представители ведущих российских вузов, академических институтов и музеев Рассчитываю, что в ходе этой интенсивной работы вы обзаведетесь новыми полезными контактами Вместе с российскими коллегами разработаете собственные проекты, приобретете полезные знания в своей профессиональной области Надеюсь, что время, проведенное в Елабуге, оставит у вас самые приятные впечатления От всей души желаю вам новых успехов, творческого вдохновения и всего самого доброго Спасибо, Сергей Евгеньевич, за добрые слова в адрес нашего форума В дни работы школы к модераторам присоединится один из главных инициаторов и кураторов проекта Константин Ильич Могилевский, председатель правления Российского исторического общества Исполнительный директор фонда «История Отечества» У нас будет возможность очно его поблагодарить Ну а сейчас мы давайте тоже выразим глубокую признательность Константину Ильичу И всем, кто принимал участие в организации школы 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий И нацелен на повышение конкурентоспособности отечественной науки Поэтому проведение каждого масштабного научного мероприятия приобретает особое значение Второй этап Международной зимней исторической школы для иностранных студентов Организован при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации В адрес школы поступило приветствие от заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Владимировича Афанасьева Уверен, что восприятие российской науки как неотъемливого элемента глобальной исследовательской традиции Поможет участникам школы осознать, что российскую культуру, российское государство, российский народ Невозможно представить вне мирового сообщества Где именно многообразие стало залогом единства В этом смысле тематика школы находится в тренде проблематики общественных наук И имеет перспективу дальнейшего развития в части фундаментальных исследований и прикладного применения Желаю всем участникам Международной школы России и Мир творческого вдохновения, новых контактов и продуктивной работы Местом проведения второго этапа Международной зимней исторической школы не случайно стала Елабуга Наш город с тысячелетней историей – прекрасный пример сохранения исторической памяти и историко-культурного наследия Его называют музеем под открытым небом благодаря прекрасно сохранившейся архитектуре провинциального купеческого города XIX века Елабуга как зеркало отражает разные периоды российской истории С 1998 по 2010 годы руководство городом и районом возглавлял Ильша Травкатович Гафуров За 12 лет сделано очень многое Установлена дата возникновения города и отпраздновано тысячелетие Елабуги Сформирован масштабный музейный комплекс Открыты крупные спортивные объекты, создана особая экономическая зона Алабуга Елабуга стала новым центром притяжения тысяч туристов и десятков иностранных инвесторов С 2010 года Ильша Травкатович стал ректором Казанского федерального университета Под его руководством ВУЗ развивается стремительно и успешно Занимая по оценкам авторитетных международных рейтингов лидирующие позиции среди университетов мира Ильша Травкатович приветствует гостей и участников школы в видеообращении Добрый день, уважаемые коллеги, участники и гости Искренне рад приветствовать вас в стенах Елабужского института Казанского федерального университета Прежде всего хотел бы поблагодарить Министерство образования и науки России Российскую академию наук, Общественную палату Российской Федерации Российское историческое общество за высокую честь и предоставленную Казанскому университету Возможность проведения очередного второго этапа международной зимней исторической школы В Татарстане, на древней Елабужской земле, овеянной тысячелетней историей И обладающей уникальным наследием, вобравшим в себя культурные достояния Тюркских, славянских и финно-угорских народов нашего края Казанский университет изначально формировался на принципах, заложенных Вильгельмом Гумбольдом Прежде всего, как сообщество исследователей Исторически он представлял собой образец интернационального сообщества ученых Так, например, талант великого российского математика Николая Ивановича Лобачевского И первооткрывателя Антарктиды Ивана Михайловича Симонова Оба они впоследствии стали ректорами нашего университета Рассвел под руководством выдающихся ученых Немецкого математика Мартина Бартельца Швейцарского физика и педагога Франца Бронера Острийского астронома Йосифа Литрова Которые не просто курировали молодых ученых Но и принимали живое участие в их человеческих судьбах Место университета в Международном исследовательском содружестве Определялось не только выдающимися научными результатами Полученными представителями разных стран в Казани Как, например, открытие химического элемента рутения Карлом Клаусом Но и формированием здесь целых научных школ Объединивших ученых разных возрастов, вероисповеданий и национальности Христиан Фрэн, Александр Казимбек, Федор Эртман, Осип Ковалевский И многие другие выдающиеся ориентаристы Основали в Казани школу востоковедов Поставив тем самым изучение Востока в России на уровень не выступающий европейскому А подчас и превосходящий его Работая в Казани, Иван Александрович Бодоэн де Куртене создал лингвистическую школу Положив начало структурализму в лингвистике Традиции этих научных школ живы до сих пор И передаются как российским, так и иностранным студентам Казанский университет ныне является одним из лидирующих российских вузов По количеству иностранных обучающихся Их у нас сегодня порядка 11 тысяч из 106 стран мира Очень важно, что на втором этапе проведения международной исторической школы Большое внимание уделяется не только лекциям выдающихся историков России Но и совместный проект на работе иностранных и российских студентов По наиболее значимым вопросам мировой повестки дня В контексте общей темы Россия и мир События последних трех десятилетий и задачи созидания новой России Поставили наше общество перед необходимостью формирования Новой российской идентичности в окружающем нас мире Истории и культура должны, несомненно, стать опорой этого процесса Способны постоянно напоминать о целостности и значении России Как одного из определяющих сил мирового развития и международных отношений Именно поэтому важно понимать суть международных процессов Их исторические корни Видеть причины эволюции международных систем Весомый вклад в формирование этой новой идентичности Вносит и Казанский федеральный университет Так как с момента основания и до сегодняшнего дня Изучение истории и культуры народов России и мира В университете уделяется огромное внимание Действующие на базе Казанского университета Гуманитарные подразделения и, в первую очередь, Институт международных отношений Готовят высококвалифицированных специалистов в области международных отношений Значительный упор при обучении студентов делается на изучении Как европейских, так и восточных языков Истории, современному положению, культуры и экономики зарубежных стран В процессе развития стратегического партнерства и сетевого взаимодействия С ведущими университетами, научными центрами и организациями Европы Центральной, Юго-Восточной и Восточной Азии и Ближнего Востока Налаживаются не только научные и экономические связи Но также происходит диалог культур Расширение сотрудничества Казанского университета Со странами ближнего зарубежья Государствами Европы, Среднего и Ближнего Востока Азиатско-Тихоокеанского региона Способствует формированию за рубежом адекватного восприятия истории и культуры России Ее роли в мировых политических и экономических процессах В свою очередь, привлечение иностранных специалистов Имеющих опыт работы в ведущих университетах и научных центрах Позволяет обеспечить диалог цивилизации Воспитать толерантное отношение к ценностям и традициям других народов В заключении позвольте пожелать всем Прежде всего крепкого здоровья, плодотворной работы, успехов в решении поставленных перед школой задач А также установления и развития дружеских, научных и, конечно же, личных контактов Благодарим Ильша Травкатовича за обращение в адрес участников школы Уважаемые участники школы, в открытии принимает участие, онлайн-участие, доктор исторических наук Профессор Александр Аганович Чубарьян Сопредседатель Российского исторического общества Научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Председатель Национального комитета российских историков Президент Государственного академического университета гуманитарных наук Действительный член Российской академии наук Александр Аганович, вы на связи? Да, я на связи Мы очень рады вас видеть, передаю вам слово Спасибо большое Прежде всего хочу приветствовать всех собравшихся, всех участников этой школы Это вторая школа, которая происходит в Татарстане Первая, как было сказано, была в декабре месяце прошлого года Я думаю, это свидетельство и большого значения, которое придают в Татарстане изучению истории И в университете, и теперь в Елабуге, и в других булгари-центрах Татарстана Я очень рад, что здесь, как мне сообщили, участвуют более 100 иностранных студентов Из различных вузов Российской Федерации Насколько я понимаю, к нам в онлайне присоединяются и уже многие сотни студентов Которые не приехали лично в Елабугу, но принимают участие, подключаются в Российской Федерации Я думаю, это очень хорошая традиция, и надо следовать и продолжать ее дальше Она, собственно, вытекает из поручения, которое было дано президентам нашей страны Именно для проведения школ по истории Вообще история, конечно, сегодня, это всем понятно Находится просто на авансцене общественной жизни во всех уголках мира Идут острые дискуссии, столкновения точек зрения Я даже не припомню, чтобы в такой степени история включала в современный Что, конечно, к сожалению, международно-политический контекст Но это факт, с которым надо считаться И в этой общей гамме различных проблем есть та, которая сегодня объединила нас в этой школе Которая называется «Россия и мир» Ну, я бы даже уточнил, может быть, Россия в мире Действительно, место и роль России – это тема постоянных обсуждений Это тема дискуссий в разных странах Есть ученые, есть общественные деятели, простые граждане Которые прекрасно понимают роль и значение нашей страны Для мира, для мировой истории, для мировой политики Но есть довольно влиятельные круги, средства информации Которые сегодня пытаются принизить роль России Исказить ее, представить ее в агрессивном духе Это все придает актуальность тому, чем мы сегодня решили заняться в эти несколько дней Вообще, тема «Россия в мире», конечно, неразрывно связана с пониманием нами нашей российской идентичности Это ключевой вопрос, что мы такое Что такое Россия в прошлом И что такое Россия сегодняшняя и в будущем Поэтому, когда мы подходим к этой теме И с точки зрения профессиональных историков То мы не можем обойти тему, самую главную тему О специфике России Россия, конечно, неотъемлемая часть мира Играющая большую роль в развитии и Европы, и Азии, и всего мира в целом Но Россия – страна, которая имеет свои особенности Свои специфические духовные, экономические и прочие своеобразия С древнейших времен и, конечно, до настоящего времени И вот это сочетание На понимание этого сочетания, что мы часть мира Но одновременно мы имеем свое собственное особенности Это очень важно для подхода к теме «Россия в мире» Собственно, этот сюжет раскалывал российское общество в XIX веке Служил темой и до этого И он стоит и сегодня на повестке дня Поэтому так важно рассмотреть исторические этапы Включения России в мировое сообщество Россия имеет, как сегодня уже было сказано Особенность, состоящая в том, что она единственная страна Которая находится и в Европе, и в Азии Собственно, у нас есть только один еще небольшой пример Это Турция со Стамбулом А так Россия Поэтому она включает в себя и цивилизационные, и культурные особенности И Европы, и Азии В этом смысле, мне кажется, идея о том, что Россия – это синтез культур Евразийских, имея в виду и Европы, и Азии Мне кажется, очень плодотворная идея Россия – страна многонациональная, которая может дать пример всему миру Взаимодействию и жизни в одном государстве десятков и сотен национальностей Россия – многоконфессиональная страна Вот сейчас в Европе очень активно обсуждается вопрос об адаптации ислама в европейскую жизнь Происходит это, как мы все видим, с большим трудом Но в России свой, свой собственный ислам, который здесь создался, здесь развивается И в этом смысле места, где мы находимся Татарстан дает яркие примеры взаимодействия и активного сотрудничества различных религий Прежде всего православия, конечно, и мусульманства Надо сказать, что Россия с ранних своего возникновения имела связи очень большие и с Азией, и с Европой Древняя Русь – это взаимодействие с кочевническим миром Я вспоминаю, как два года назад я был здесь, в Казани И была большая выставка организована по истории Золотой Орды И я думаю, что вот эта идея изучения связи Древней Руси с кочевническим миром Она очень плодотворна, это большая тема для исторических исследований Она интересует людей и в Европе, но и очень сильно в Азии Далее Россия приобщилась уже в более широком плане к европейской действительности Принятие России христианцев в виде православия Династические связи Древней Руси с европейскими государствами Экономическая торговля приобщали ее к европейскому развитию Россия сыграла очень важную роль в XVIII веке, когда Петр своими реформами фактически открыл Россию для бизнеса А Екатерина II потом открыла Россию для интеллектуалов Европы В этом смысле мы очень высоко оцениваем это Я думаю, что в нашем историческом подходе важнейший пункт России как части мира – это XIX столетие Вообще, я должен сказать, что мне кажется, у нас в общем недооценено этот золотой век XIX век, в том числе и для России И здесь главное, чем мы поражали и продолжаем поражать мир – это русская культура В общем, собственно, и Достоевский, и Толстой, и Чехов, которые стали достоянием всего мира Это они были рождены в XIX столетии Наконец, Россия прошла свои пути в современном XX веке Мы не остались в стороне, мы были в авангарде, мы были на передовой линии Тех новых экономических и духовных и научных главного достижения, которыми отмечен XX столетие Конечно, когда мы изучаем век, мы не можем обойти вопрос о советском периоде в жизни нашей страны Я думаю, что и здесь мы должны подойти к этому спокойно, сбалансированно, понять это Конечно, это был некий отрицательный опыт попытки практического реализации марксизма на российской почве Но отрицательный опыт – это тоже опыт И, в общем-то, историческое значение нашей революции признается абсолютно во всем мире Я думаю, что тема «Россия и мир» имеет еще один очень важный контекст Это влияние России на мировую политику Это, собственно, было на протяжении всей нашей истории И начиная и в XVIII, и в XIX, конечно, сильно веки И не говоря уже о XX Прошлая наша школа была посвящена истории Второй мировой войны Может быть, это наиболее яркий пример влияния России на мир Если говорить применительно к XX веку Это победа над нацизмом, над фашизмом во Второй мировой войне Где Россия сыграла, несомненно, решающую роль И я очень доволен, что сейчас предполагается здесь, на нашей новой школе Снова вернуться к темам, связанным с историей Второй мировой войны Россия придает очень большое значение сегодня преподаванию Историй в университетах и в общеобразовательной школе Мы видим, сейчас ректор говорил университета О том значении, которое имеет Казанский университет Который действительно университет мирового плана, мирового уровня Но я должен сказать, что в последние годы Очень возросло влияние всех университетов России На общую мировую образовательную систему Я должен заметить, что многие наши вузы Входят в эти рейтинги, которые существуют ныне И то, что мы сейчас занимаемся совершенствованием нашей системы образования Это тоже входит в тот общий тренд Но мы имеем очень большие, конечно, задачи Связанные с преподаванием истории в общеобразовательной школе Я хотел бы сказать, что есть решение и правительство наше О проведении в Москве 4-7 октября этого года Всемирного конгресса преподавателей истории Я очень рад, что именно Россия выступает инициатором этого дела Вместе с Советом Европы и другими организациями Мы рады, что сюда приедут очень большое количество учителей Что очень важно не только из Европы, но и из Африки Первый раз, по-моему, я увидел такой список африканских учителей Которые приедут в Москву в октябре Если позволит эпидемическая ситуация Поэтому для информации скажу, что в решении правительства записано Что это будет гибридная форма, как теперь модно говорить То есть и очина, и так Словом, тема эта очень важна Здесь она школа для иностранных студентов У нас много иностранных студентов Мы придаем этому очень большое значение Но мои коллеги университетики в Казанском знают Что одним из критериев важнейших эффективности вуза У нас в системе министерства Это количество иностранных студентов И это очень правильно и очень верно Поэтому я рад приветствовать здесь иностранных студентов Я надеюсь, что в ходе этой школы Они смогут лучше понять направление исследований По теме России в мире Потому что они с своей учебой в российских университетах Как раз реализуют в том числе Эту самую проблематику Россия и мир, Россия в мире У нас студенты здесь представляют разные страны И очень важно, чтобы они донесли в свои страны информацию В том числе и об этой школе Еще раз хочу поприветствовать всех И выразить уверенность, что школа пройдет успешно И что результатом ее будут не только лекции Но и то, что здесь уже было сказано И что составляет одну из задач российско-исторического общества Это приобщить студентов к исследовательской деятельности В том числе иностранных студентов Мы очень приветствуем проведение О чем было сказано здесь Проведение конкурсов различных С участием иностранных студентов Находящихся на учебе в Российской Федерации Спасибо за внимание Александр Оганович, огромное вам спасибо Все участники выражают вам огромную благодарность За добрые слова в свой адрес Мы со своей стороны желаем вам доброго здоровья Спасибо вам большое История – это свидетель эпох Луч правды, жизнь памяти посланницы минувшего Однако наряду с этим прекрасным высказыванием Цицерона Есть и афоризм «История служанка политики» Поэтому в исторической науке Очень важно избежать фальсификации фактов Донести молодежи верную трактовку событий При освещении ключевых тем школы Для нас было значимо участие ведущих исследователей и специалистов Слово для приветствия предоставляется Директору Института Российской Истории Российской Академии Наук Доктору исторических наук Юрию Александровичу Петрову Юрий Александрович, приветствуем вас Из Елабужского Института Казанского Университета Микрофон вам передаем Спасибо, добрый день, уважаемые организаторы И участники Международной исторической школы Я рад приветствовать вас К сожалению, в режиме онлайн Из Москвы И, конечно же, тема этой школы «Россия и мир» Она не может оставить в равнодушном историка России Потому что вся наша деятельность, наша активность Направлена на то, чтобы понять роль России в мире Ее отношения с окружающими странами Ее какую-то великую, может быть, историческую миссию Историческую судьбу Поскольку страна России родилась из маленького княжества На окраине Восточной Европы И за 300 лет превратилась в мировую державу Крупнейшую по территории в мире Простянувшуюся от Балтийского моря до Тихого океана И эта страна пережила великую историю В ней было так много всего И трагического, и триумфального Изучение истории России, я вам скажу Это просто доставляет интеллектуальное удовольствие Я хочу пригласить всех желающих Ближе заняться этой темой, историей России Пожалуйста, пополняйте ряды наших зарубежных русистов И специалистов по истории России Мы будем только этому рады Потому что наш принцип сотрудничества с экономическим сообществом Заключается в том, что мы занимаемся одной историей Мы все одна команда И поэтому мы вместе с нашими зарубежными коллегами Партнерами можем противостоять тому Мутному потоку всякого рода фейков Который в последнее время по политическим соображениям Нацелен против России И имеет как бы целью Вытеснить нашу страну из цивилизованного сообщества Как-то объявить ее изгоем и тому подобное Чему мы, конечно же, всячески противодействуем Повторяю и рассчитываем И пользуемся поддержкой нашего зарубежного научного сообщества Я вам скажу, что российское историческое общество Которое я имею честь принадлежать Мне кажется, прекрасную инициативу проявилась Организовав эту школу И особенно примечательно, что В эти мартовские весенние дни Ее проведение фактически совпадает С очень важной датой для истории России С годовщиной Воссоединения Крыма с Россией И в Российском историческом обществе Был в свое время разработан такой проект История Севастополя Мы сейчас подготовили три тома Этой очень серьезной научной работы В которой участвовали и наши севастопольские коллеги И московские Эта книга вышла из печати Я советую всем участникам вашей школы Обязательно познакомиться с этой работой Чтобы понять историю России И понять, что такое Крым в истории России Нужно обладать знаниями Тогда любые политические рассуждения На тему того, что Крым несправедливо Перешел к России Они отпадут сами собой Вы поймете, что История России есть неразделимая ткань И Крым в ней С Севастополем, патриотической столицей России Как назвал ее президент Путин Это наше важнейшее и национальное достояние Я хотел бы приветствовать наших казанских друзей и партнеров С Ильшатом Равкадычем Гафуровым Давно у нас установились хорошие коллегиальные, дружеские отношения Мы ведем совместные научные исследования и проекты И то, что проводится конференция в таком прелестном городе, как Елабуга Мне кажется, очень важно Потому что, если вы хотите понять Россию и ее прошлое Да, вот вы можете погрузиться в эту атмосферу Тихих провинциальных купеческих улочек XIX века Полюбоваться памятником Надежде Дуровой Памятником Стахееву, крупнейшему предпринимателю медицинату Памятнику русскому самовару Я был в Елабуге и был потрясен, что это единственный город в России Где есть памятник такому национальному символу, как русский самовар Это замечательное место, и я желаю вам хорошего времяпрепровождения А судя по программе, которой я успел ознакомиться Вас ожидают интереснейшие лекции наших ведущих, крупнейших ученых Вам очень повезло, что они смогли приехать и сделать эти лекции, произнести перед аудиторией Потому что вы получите настоящее представление о том, что есть такая история России И в заключение я бы хотел сказать, что юность – это прекрасное время Когда человек познает мир, когда он путешествует, когда появляются у него друзья в разных странах Я желаю вам, чтобы ваша юность принесла вам новых друзей, новые научные дружеские контакты И чтобы вам стала понятнее Россия, и вы смогли бы полюбить ее Именно потому что, полюбив Россию, вы сможете ее лучше понять Я благодарю вас за внимание. Спасибо Спасибо большое, Юрий Александрович, и за добрые пожелания, и за ценное наставление в адрес молодежи К открытию школы присоединился доктор исторических наук, профессор Ефим Иосифович Пивовар Президент Российского государственного гуманитарного университета Председатель Российского общества историков-архивистов Член-корреспондент Российской академии наук Главный редактор издания Российской академии наук исторической записки Ефим Иосифович, вы на связи Мы вас видим, очень приятно Историческая школа вас приветствует Добрый день, меня слышно? Слышно замечательно Дорогие друзья, я очень рад возможности обратиться к участникам Второго этапа зимней исторической студенческой школы Ну и как представители высшего образования И одного из ведущих центров гуманитаристики Российского государственного гуманитарного университета И, конечно, член Совета Российского исторического общества И член правления Фонда истории Отечества Который поддерживал решения по проведению этой школы И очень горжусь этим решением Ну и бесспорно, как представляющий общество Историков-архивистов Одно из старейших наших, так сказать, обществ Оно возникло еще в 90... Я имею в виду пост Новой России Оно возникло еще в 90-м году И вот уже больше 30 лет, так сказать, работает на этом поприще И поэтому я хотел бы обратиться, в общем, к молодежи, которая Собралась в Елабуге Я ей немножко завидую, потому что я бывал в Елабуге, но очень давно И, конечно, вот когда я увидел даже эти, так сказать, материалы, которые представлены были в начале И эти памятники, которые сейчас уже стали частью, так сказать, Елабугской культурной среды Их, к сожалению, тогда не было Хотя, бесспорно, этот центр уникальный с точки зрения истории российского предпринимательства Вот Юрий Александрович Петрович назвал Стахеева, конечно, уникальные фигуры И сохранилось очень много зданий, которые сегодня он создал, в том числе и Елабуги И я им завидую, потому что, конечно, эти молодежи, которые собрались здесь Потому что, конечно, это уникальное место в истории России В истории российского предпринимательства, российской культуры И, конечно, как сказал, так сказать, уважаемый мной ректор, так сказать, Казанского федерального университета Это место, где, ну, так сказать, стык многих этнокультур В том числе и финногорской, славянской, тюркской И, конечно, это очень хорошо, что это место было выбрано Но я хочу добавить тем приветственным словам, которые я разделяю, вы уже услышали Несколько слов, касающиеся одного важного фактора Конечно, проблематика России и мир, или Россия в мире Она связана и с тем, так сказать, и возможность проведения такой школы Она связана с тем, что Россия не только великая, так сказать, держава Которая имеет самую большую протяженность Которая находится на двух континентах А корни, так сказать, российской культуры находятся на других континентах Строго говоря, мы можем найти их и на американском континенте, и на африканском континенте Если говорить о российской эмиграции И в других частях света Латинской Америки Но Россия и великая архивная держава У нас, поскольку долгий период государственности России Привело к тому, что, так сказать, богатство российских архивов Ну, пожалуй, трудно, так сказать, сравнить с богатством многих стран И оно, конечно, так сказать, еще даже, естественно, мы все время его познаем И все время, так сказать, удивляемся этому богатству Но, конечно, еще, так сказать, я думаю, никогда не будет познано полностью Потому что это богатство прирастает Но, тем не менее, это великая возможность для историков Получить, ну, адекватное, так сказать, в общем, реальному, так сказать Под происходящим событием сведения о том, что было И учитывая, что школа наша проходит буквально через неделю после Дня архивиста Потому что 10 марта в нашей стране праздник День архивиста Который связан с, так сказать, решением Петра Великого О создании такой институции, как архивариус для Российской империи Поэтому, конечно, это символично Что целый ряд направлений этой школы Связаны, так сказать, с важнейшими сюжетами в отечественной истории Или в истории мировой И, конечно, они опираются на богатство архивов России и других стран И поэтому я считаю, что вот такие инициативы, которые мы реализуем В том числе и эту школу Оно, конечно, опирается на это наше великое богатство Масса проектов архивных реализует и Российское историческое общество И Российское общество историко-архивистов Вот уже говорилось о значении, которые мы придаем, так сказать, Объективному анализу и вовлечении в научный оборот Сыновых материалов, посвященных нашему прошлому Прежде всего истории Великой Отечественной войны И Второй мировой войны в целом И вот наше общество было инициатором, так сказать, целого проекта Который успешно реализован был недавно Который назывался «Бессрока давности» В котором целый ряд регионов Российской Федерации Особенно тех, на которых Которых опалила Великая Отечественная война Где были военные действия Где были, так сказать, гибли мирные граждане Где, к сожалению, имели место преступления Нацистов И, в общем, где необходимо подлинно знать И героев, и, в общем, и тех, кто, так сказать, преступников Которые, конечно, должны понести Хотя бы в истории заслуженную кару И поэтому вот этот проект Который, так сказать, собирал данные О зверствах, о преступлениях на нашей территории О героическом подвиге Не только российских, так сказать, наших соотечественников Но и соотечественников, так сказать И представителей других стран Ныне независимых Которые вместе В, так сказать, в рядах Советской армии защищали Родину И останавливали, так сказать, эти фашистские преступления И, конечно, вот этот проект Как бы свидетельство того Что архивные материалы крайне важны И историческая работа архивистов И историков в архивах Крайне актуальны И она, собственно, не теряет своего значения Только ее роль возрастает Поэтому я думаю, что и эта школа Как всегда будет обращаться к архивным поискам И мне кажется, что этим самым Вот в полку специалистов по России Которая работает в наших архивах Так сказать, прибудет Потому что и молодые, иностранные студенты Международники, специалисты по истории Нашей стороны Конечно, обращаясь к архивным материалам В том числе и к новейшим материалам Которые уже в электронной форме Так сказать, появляются в наших архивах В общем, могут увлечься этой тематикой И тем самым, в общем, будут нашими коллегами В заключение я хочу подчеркнуть Что, несмотря на то, что все мы Находимся перед вызовом Который, в общем, эта последняя Пандемическая эпидемия Поставила перед научным и образовательным сообществом Но вот то, что мы сейчас все вместе Это еще раз говорит о такой, я бы сказал Значимом факторе Как цифровая интернационализация образования И вот сейчас, конечно, несмотря на вот эти Препятствия Образовательное сообщество Ищет новые пути И вот я считаю, что этот путь Конечно, в общем, найден в какой-то степени И пандемия не остановила нашего сотрудничества Наше взаимодействие и наших усилий И эта школа как раз показывает пример этого сотрудничества Еще раз поздравляю с самой реализацией этого второго этапа И надеюсь, что он будет не только вторым Но за ним последуют многие-многие этапы Дальнейшей работы этой международной школы Спасибо большое Большое спасибо, Ефим Иосифович, за добрые слова Вы знаете, мы сами себе завидуем Что живем в таком замечательном городе И очень рады за ту возможность Которую предоставило российско-историческое общество Нашим молодым друзьям Познакомиться с историей нашей страны В том числе и в таких малых городах Огромное вам спасибо И, безусловно, ждем вас в Елабуге Спасибо Изучением проблем новейшей истории России Занимаются не только академические центры и вузы Но и музейные комплексы Слово для приветствия предоставляется Генеральному директору Государственного центрального музея Современной истории России Председателю комиссии по вопросам развития культуры И сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации Кандидату политических наук Ирине Яковлевне Великановой Ирина Яковлевна приехала Она здесь С нами вместе работает И обязательно Уважаемые студенты Для меня огромная честь И ответственность Одновременно выступать сегодня Перед вами И открывать Зимнюю школу Потому что именно наш музей Музей современной истории России Директором которого я являюсь Вместе с Общественной палатой Российской Федерации Вместе с Российским историческим обществом Выступили с инициативой Проведения вот таких вот Международных исторических школ На постоянной основе И эту идею мы озвучили Президенту Российской Федерации И он нас поддержал Я хотела бы сказать буквально Несколько слов о том Что побудило нас Выступить с такой инициативой Полагаю Ни для кого из вас Не будет открытием Что образ России И ее прошлого Особенно если мы говорим Об истории 20-го столетия Об этом сегодня уже говорилось Преподносится за рубежом Особенно в европейских Американских книг Скажем так Весьма предвзято Будь это роль СССР Во Второй мировой войне Или например История последних 30-35 лет То есть период перестройки Распада СССР И становления новой России Впрочем Подробнее об этом Мы поговорим чуть позже Во время моей лекции По проблемам изучения И презентации Именно современной истории Кстати говоря Тут вот уже Забегая вперед Показали ролик Который в принципе Я хотела вам показать Во время лекции Но потом мы об этом Более подробно расскажем И я вам расскажу Почему собственно Мы такой Его создали В своей музейной презентации Так вот Будучи реалистами Мы понимаем Что вряд ли ситуация В ближайшее время И вообще в ближайшей перспективе Как-то изменится Но тем не менее Мы считаем Принципиально важным Донести свое видение истории Свое отношение К ключевым эпизодам Нашего недавнего прошлого До вас До гуманитариев Тех, кто интересуется Россией Причем И это принципиальная позиция Что преподавать в этих школах И вы в этом уже убеждаетесь Будет цвет современной Академической науки Так что Никто не сможет сказать Что мы здесь занимаемся Пропагандой Или идеологической обработкой Речь именно О научных знаниях Основанных на документах И проверенных источниках Кроме того Мы хотели бы Чтобы в рамках Исторических школ Вы познакомились И наладили дружеские Профессиональные отношения Со своими Российскими коллегами Молодыми Учеными Студентами Аспирантами Надеемся Что из таких связей Вырастут Популярные Просветительские проекты Наша задача Помочь вам Достичь взаимопонимания В рамках Открытого диалога Именно открытого Неомраченного Взаимными Предубеждениями И идеологическими Штампами Я очень надеюсь Что это получится Еще очень важный момент Мы очень хотели Чтобы ваше знакомство С Россией Не ограничивалось Подобно опыту Большинства иностранцев Которые очень мало знают О России Москвой и Санкт-Петербургом Ведь недаром Еще Древнюю Русь В скандинавских хрониках Называли Вы наверняка это знаете Гордарики Страна городов Калининград Севастополь Волгоград Великий Новгород Екатеринбург Владивосток Конечно же Казань Десятки и сотни Больших и малых городов Поволжье Сибири Урала Дальнего Востока Центральной и Южной России Каждый со своей Уникальной историей Именно такой широкой Как наша страна Представляется нам География Исторических школ И вот второй этап Которых принимает Сегодня гостеприимная Елабуга От всей души Желаю вам Успешной работы Приятного Время Препровождения И Кругу С нашей Прекрасной страной Название которой Россия Ну а более подробно О современной истории О том Как она Презентуется О нашем опыте Презентации Новейшей истории Мы с вами поговорим Сегодня на лекции Спасибо большое Спасибо большое И особенно большое спасибо Ирина Яковлевна Что вы приехали к нам Огромное спасибо Книги, газеты, авторские программы На телевидении Активная общественная деятельность Выступления Законодательными инициативами Неполный перечень Характеризующий Следующего почетного гостя Нашей школы Приглашаю для выступления Кандидата исторических наук Генерального директора Института внешнеполитических исследований И инициатив Члена Высшего совета Партии «Единая Россия» Советника Международного Информационного агентства «Россия сегодня» Веронику Юрьевну Крашенинникову Вероника Юрьевна На связи Мы вас видим Микрофон вам передаем Добрый день Добрый день Добрый день, уважаемая Елена Ефимовна Вы очень щедры В представлении Спасибо Дорогие друзья Уважаемые коллеги Я присоединяюсь Ко всем приветственным словам Уже сказанным И поздравляю И организаторов И участников Со стартом второго этапа Исторической школы Уважаемый Александр Аганович Говорил о том Что одна из главных задач Исторической школы Приобщить студентов К исследовательской деятельности Знаете, исследование Это, наверное, моя самая Любимая работа И это одно из самых интересных дел Которым можно заниматься в жизни Исследование Совмещается с Просветительской деятельностью Конечно же, мы Исследователи Спешим поделиться С широкой аудиторией Заинтересованных людей Нашими находками И, да, Юрий Александрович Петров Говорил про интеллектуальное удовольствие Исследования России Это действительно удовольствие Может, я призываю вас Позволить себе Эту интеллектуальную роскошь И интереснейшее дело Я скажу пару слов Об особенностях исследовательской работы Как мы формируем Понимание мира Как мы познаем его Как мы изучаем политику Разных стран По отношению к России И в России тоже Конечно же, работа начинается Со сбора фактов В истории Что касается исторических фактов Здесь нам очень помогают архивисты Большое спасибо российским архивистам Которые предоставляют нам Такие широчайшие возможности Теперь и цифровые архивы И предлагая регулярно новые выставки Я поздравляю коллег Которые вчера открыли выставку О советско-польской войне В Росархиве Это очень важная тема И очень важное дело И теперь архивисты делают Электронные варианты выставок Вы можете посещать Отлично сделанные работы Да, также сегодня У кого мы берем факты Работают очень неплохие журналисты И в России, и во всем мире Так что они, конечно, значительно помогают В наборе вот этого фактического материала Далее, следующий шаг Как нам понимать ту фактуру, которую собрали И мы переходим к анализу И вот здесь, конечно же Необходимо сформировать инструментарий Для анализа Нужно построить такой фрейм Матрицу Архитектуру Понимания темы В которой специализируетесь Таким образом у вас будет понимание Куда складывать вновь входящую информацию Куда она ложится Какой степени важности она Таким образом раскладывается все по полочкам Ну и далее, конечно же Мы делаем оценку, выводы Сегодня, собственно, очень ценится позиция Исследователя и историка Есть такая практика, когда Так сказать, объективно Объективистки, может быть Исследуется тематика Но все-таки у нас есть ценности И мы имеем право на оценки Это работа постоянная Мы обучаемся сами каждый день И день, который Когда я не познала что-то нового Это потерянный день Но, к счастью, такое случается редко Потому что поток информации Постоянный Нашу работу можно сравнить с игрой шахматиста Если вы хотите сесть за шахматную доску Мировой политики По крайней мере, разобраться немножко в ней Конечно же, первым делом нужно научиться Узнать, как ходят шахматные фигуры Ходят они, каждая по-своему Шахматисты проводят годы и годы В изучении сыгранных партий Как игроки просчитывали свои шаги На много ходов вперед Где они делали ошибки Какую цену приходилось платить за эти ошибки Вот это все нам помогает Избежать собственных ошибок И помочь решению вопросов В истории уже происходило все Мы лишь этого не знаем Так что очень интересно и очень полезно для вашей работы Узнавать, как подобные проблемы решались в прошлом Какие ошибки при этом совершались Дабы избежать таких ошибок в день сегодняшний Ну и параллельно вот этому процессу Мы, конечно же, конструируем критическое мышление Критическое мышление поможет вам отличать правду от лжи Сейчас можно называть ложь фейками Но это гораздо более глубокое понятие Набрав определенный опыт Вы сходу сможете даже по лексике, по языку Определять Мог ли тот человек, которому приписывают цитату Сказать это Или это выдуманный факт Ну и сейчас вот такой выдуманной информации, мягко говоря Ходит очень много Я с нетерпением жду приезда в Елабугу И завидую тем, кто уже сейчас находится в этом славном городе Но в пятницу в 11 часов мы с вами встретимся на месте И я хотела бы поделиться одним историческим эпизодом Напрямую связанным с сегодняшним днем Итак, я расскажу про период администрации Рейганом И стратегию отбрасывания Которую в те годы американская администрация взяла на вооружение Вместо стратегии сдерживания Практиковавшейся до тех пор Почему мы занимаемся вдруг именно этим периодом? Ну что ж, мы все являемся в последние годы свидетелями строительства Второй ветви газопровода Северный поток, который приносит газ из России в Европу И всех тех бесконечных Которые накладываются против участников строительства Против Германии В том числе вроде бы партнера Соединенных Штатов Так вот, это все уже происходило И происходило это в 80-е годы Начиная с 81-го года Когда на президентский пост заступил Рональд Рейган Тогда он и его ближайшие единомышленники Разработали план, который так и назывался План экономического и финансового Ослабления или уничтожения желательно Советского Союза Этот план состоял из 8 пунктов И преграды на пути строительства газопровода Тогда это был транссибирский газопровод Он же Уренгой, Помары, Ужгород Тогда Остановить строительство второй ветви Мы посмотрим, как это делалось тогда Сравним с тем, как это делается сегодня И посмотрим на другие пункты Этого американского плана В отношении Советского Союза И будет интересно предположить Что из этого может реализовываться сегодня Вот таким образом получим взгляд В глубину американской политики И истории отношений Советских, Российских с Америкой Я думаю, что это будет очень познавательным Итак, дорогие друзья Я желаю вам успешного старта Второго этапа исторической школы Вас ждут очень интересные лекции Очень интересное общение Я жду, не дождусь возможности к вам присоединиться Так что и до встречи в пятницу Спасибо большое Веронику Юрьевну уже завтра мы ждем в Елабуге И безусловно ждем работы в пятницу Вместе с Вероникой Юрьевной Уважаемые участники школы Мы признательны, что в нашей работе Принимают онлайн участие зарубежные ученые Что дает возможность полноценного И всестороннего рассмотрения Значимых аспектов исторической науки Слово для выступления предоставляется профессору университета Граца в Австрии Директору-основателю института по изучению последствий войн имени Больцмана Штефану Карнеру Господин Карнер, рады приветствовать вас из России Передаю вам микрофон Спасибо, я слышу? Можно? Да, мы вас слышим и видим Спасибо Добрый день Я очень рад приветствовать вас Отсюда из Австрии Из наших австрийских Альп Где сейчас метель даже на улице И я рад, что эта школа собирается в Елабуге В этом прекрасном и очень замечательном городе В Татарстане На мой взгляд, зимняя школа хороший пример Что сближается Европа При всех трудностей Есть надежда Надежда особенно с новым поколением Надежда особенно с молодежи Now, let me briefly say a thought of words in English We live in times of great crisis and challenges The relations EU-Russia Are also in crisis Crimea Eastern Ukraine Nord Stream As Veronica mentioned it And the sanctions are flashpoints Many people forget That Russia Is an integrated part of Europe This makes it important Not only to build bridges But to use them To reach out to each other Such bridges Exist For instance in culture As Alexander Joubalian mentioned In business And in science There are various Dialogue forums From Petersburg Dialogue To the Valdi Conferences And the Sochi Dialogue In addition There are many events With young people From all European countries As the European Youth Forum In Neumark In Austria Or the important Co-operations Of young people In researching The graves Of their grandfathers From World War II On the territories Of the former Soviet Union The Austrian Russian Commission Of historians Under the head Of Alexander Joubalian And myself Since 11 years Put science At the service Of dialogue So to say So to say Science diplomacy In joint publications And in joint events After all Understanding The historical context Is a key To a successful dialogue And this dialogue We need Also in the difficult issues Of Crimea And eastern Ukraine I am pleased That Austria Offers The possibility For common meetings Of top Russian And Ukrainian historians To discuss The bilateral history Historic patterns Can serve As a model For solutions Maybe Austrian neutrality Could even be A model To neutralize These disputed Its territories The winter school Takes place In Jelabuga Especially In Jelabuga Where thousands Of former prisoners Of war From many European Countries Are buried In Jelabuga Which thousands Of repatriates Remembered And helped To shape The image Of Russia In western Europe As students In Russia You will shape The new Image Of Russia In the west And perhaps Be a bridge builder Between the west And the east Of our common continent Of our common continent Of Europe Большое спасибо Thank you very much Господин Карнер Спасибо большое Безусловно Мы ждем вас В России В Jelabuga Очень надеемся Что эта ситуация В мире Она Утрясется И позволит нам Чаще встречаться С нами на связи Профессор Антонио Джулио Де Робертс Преподаватель Истории Международных Отношений Факультета Политологии Университета Бари В Италии Господин Робертс Выражаю признательность За значимое участие Как и в первом Так и во втором Этапе Исторической школы Пусть это станет Доброй традицией Приглашаю вас К диалогу Мы вас видим Господин Робертс Окей Спасибо большое Спасибо большое Это огромное Праздие Для меня Делать В этом Международных И Также Делать Международных И Делать Делать Международных И Делать Международных И Делать Профессор Чубарян Делать Прест Делать и другие коллеги, с которыми я взялся возможность и с удовольствием для того, чтобы общаться в Институте универсальной истории. Я очень рад для того, чтобы задраться, в этом моменте, в этом моменте коллеги, потому что, в моем мнении, в этом моменте, в основном, для России и, я бы сказать, в отношениях с Россией с Россией, то есть, чтобы быть осознанным, которые должны быть права для игры. Я имею в виду, что в Восточных магазинах, и также, в ваших магазинах, в русских магазинах, в английском языке, в отношениях, в отношениях, и о проблемах о либерал-интернациональной ордер, что, according to the Westerners, в отношениях, в отношениях, для того, чтобы не создать проблемы для обслуживания. В отношениях, в отношениях, в отношениях, в отношениях, в отношениях, в компаниях, в отношениях, в отношениях, с родственной войны, в отношениях, и также, поистине по развитию сетки, которые, отнялись в состоянии в отношениях, в отношениях, conta system established by the Western counties. The problem is that after the end of the Cold War, the American Clinton administration mainly developed a policy denominated as liberal but that was liberal in a different exception, in different setting The same word liberal was employed in the States, mainly on the northeastern coast, to define a political position that was called liberal, but meant radical and progressively radical. It means that many of the principles that were the basis of the international relations during the second post-war period, between 1945 and 1989 or 1991, as we want to say, these same rules started to be broken by the American administration, mainly by the Clinton administration. Contrary to what had been, at least according to my perception, to what had been the terms of agreement by which the Cold War was put to an end by the negotiations directly waged between George Bush, father, and Gorbachev. The basic of this agreement was the fact that the Soviet Union was joining the main concept, the main features of the international relations put and suggested by the Western world. The problem is that after Russia accepted these rules, in my opinion, the West, mainly, you know, by the United States, started to break these rules. And what do I mean when I say that these rules, these rules are breaking? For instance, one of the principles of the international system had been, till 1989, the principle of the intangibility of the domestic jurisdiction of the States. This principle was, in a way, the foundation on which all the relations developed in international relations, also according to the rules put by the Charter of the United Nations, an organization to which all countries, members of the international system, were were member of. The problem is that with Clinton, this changed, this principle, this attitude of respect for the sovereignty of each country, started to be broken. And with Clinton also, another principle that was the fundamental of the liberal international law, the not interference in the domestic affairs of each country, was equally broken. An institution created, in my opinion, with very good intention by Reagan during his presidency, the foundation for the development of democracy, through the times, moved from acting in terms of improving the education, An institution of the political class for democratic principles, from this function of fundamental education, moved to activities of clear interference in the political activities of the countries where their agents were active. An industry elected, also, who don't provide an informed сегодня's occurrence at the прав venues in floreta. An industry example, that is in other words. An industry example, an international organization is extremely healthy with a governo to maintain an entire ticket. An industry example, and alternative THIS ASCO. An industry example, that rule shows that which contains autism, 겸rism and art. An issue W Subb眼sen into an sagtवata. An industry example, that in thing that really can enable far away, employees animating an interest in history, is that the fact there's going to dot be a few people contention will it be a bit better in terms of time to acquire the health of political parties, so what you will okay? An that difficult one celebrate and the fact is still an industry, to the conclusion and makeholm ItemI Gurusениan respectful. about the development of the liberal democracies, as he defined these sisters. Just starting from the article of Zacharias, we can see that the principles of the liberal democracy were addressed by him, indicating, for instance, in the ten points of Helsinki as the main features of the behavior coherent with a democratic liberalism that, according to him, it is the basis of a very acceptable development of interstate relations. And in this statement of Helsinki, we cannot forget that there is also the recommendation not to interfere in the internal affairs of the states. That was, you know, working for European ones, but we can naturally accept that this principle could have an influence, an effect all around the world. So, in my opinion, this is the main problem of the relations, in my opinion, between Russia and the rest of the world, and Russia and Europe. What is necessary is to clear very effectively what do we mean by liberal, by liberal order. If the West insist in pretending to change the rules of the liberal order in order of principle of justice, conceived by themselves and elaborated originally in the eastern coast of the United States, I think that it will be very difficult to find a common criterion of judgment. But the point is that in order to have a very effective and wealthy relations between Russia and the rest of Europe and the world, the first step, in my opinion, is to address and to restate the real meaning of the concept of liberal order. I would stop here just in order to take too much time, but I hope that we will have the opportunity to discuss this point that, in my opinion, is very important. Also, in the future meetings that we will leave at the Academy of Science in our Russian historical society. Thank you, in any way, for inviting me to address this such an interesting audience. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Antonio de Robertis. We are also waiting for you in Russia, in Elabu, of course. Dear members of the international school, the ceremony of開幕, the ceremony of開幕, the ceremony, we have reached the end. Of course, we have five days of very serious and interesting work. After a short break, we will meet again in this auditorium on the first lecture on the first lecture on the modern methods of history history, which will read the doctor of historical science, the director of the Sankt Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Science, Alexei Vladimirovich Serenov. In the past, five days, we will wait for a long time on the stage of Elabu, on the stage, 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 on the stage. I hope the起床 of the work and may be welcome in Elabu. Thank you very much!